Ну что ж, будем желать, конечно же, бело-голубым, в общем-то, хорошей игры и, собственно говоря, продолжать те славные традиции, которые команда еще в советские времена зародила в белорусском футболе, ну и уже в суверенном нашем, являясь, в общем-то, все-таки, как ни крути, и говоря о последних годах команды, да, беря во внимание, это топ-коллектив, на который всегда смотрят, собственно говоря, по-особому. Ну что ж, все приготовления к началу игры завершаются, ну и можно, наверное, переходить к четвертой рефери Михаил Тхагалегов, он из Бреста, инспектор матча минчанин Юрий Дупанов и делегата БФФ Игорь Цаплюк. Ну а теперь 23-й Эдгар Олехнович, он же капитан команды и чуть выше его, вот такой у нас момент, и может Бакич здесь пробивает, да, хороший удар, согласитесь. Да, хороший момент был сразу, энергетик. И провели очень достаточно хорошее квалифицированное время. Да, безусловно, этот момент нужно отметить. Вот такой у нас еще один удар фиксируем мы после передачи Евгения Ючца. Да он тут ситуацию обострял, в чемпионате не выигрывают. Вот последние результаты, три, конечно же, да, четыре с учетом матча, который мы сейчас наблюдаем. Была ничья с Витебском 3-3, а потом два минимальных поражения. Ох, какой момент Иван Бахар не реализует. Ну, браво, здесь говорим Денису Садовскому. Здорово сыграла пара Шикавка-Бахар, да, и, конечно, вратарю надо отдать должное, молодец. Да, сегодня Денис заменяет Артура Лисько, в общем-то, больше ветеран, который, кстати, очень успешно защищал свое время цвета Минского Динамо. Посмотрим, может быть, сегодня Динамский продолжит. У нас угловой, и Эдгар Лихнович, да, сюда, к пределам вратарской, там, Климович, да, по-моему? Да, Климович. Посмотри, как высоко прессингует студент. Да, да. И добивается своего. Это очень здорово, и вот так вот не с первой попытки фиксирует Денису Шапко мяч после выстрела. Разбирается четко, кто там что должен делать штрафной, Их Шибаев подача, удар! Да, очень сейчас было перечо. Классный момент. Дождемся мы, но вот ты не реагировал. Ну, если я не ошибаюсь, нападающие. А поддержки, поддержки со стороны линейных, я бы сказал, так и не хватает. Ну, вот ошибка. Ну, вот, включаем, и какой момент здесь выходит один на один с Садовским. Ой-ой-ой, какой момент прекрасный был. Да, будем мы сейчас смотреть на повторе, вот как умудрился Евгений Шикавко здесь не забить. Да, Сергея Валерьевича, наверное, это, опять же, соль на рану. Посмотрим, что здесь Бахар! Надо пробить Шикавки, да. Тут у Евгения, конечно, удар вообще не получился. Ну, никак. Не знаю, что получается. Да, мы знаем, что Миша хорошим ударом обладает. Конечно. Ох-ох-ох! А это уже Иван Бахар в действии, да. Вот прям-таки вспоминается этот чемпионат. Дэвид Тв. Состав Динамо Минск в воротах. Даниил Шапко под 12 номер. Вот как игра Тура, там будет, в общем-то, эфир до игры во время, скажем так, и после матча. Какой удар! Такой неприятный рикошет. И тут бы уже, да, тут бы вратарь, конечно, не справился. Что касается игры Шахтера и Рух, то я скажу так, что Рух очень непредсказуемая команда. Ну, угловой. Посмотрим. 51-я минута. Сухоцкий подача и вот такой вот удар в исполнении того же Климовича. Климовича, да. Здорово. Татсика. Узбекистанца. Ну что, левой ногой в направлении. Ох, какой момент! Ай-яй-яй. Алексей Носко мог выводить свою команду вперед. Но там я так все-таки вижу, что не, мяч не попал, да, в ворота. Нет, там кто-то из динамцев успел подстраховать. Сложный, конечно, эпизод был и для молодого вратаря. Но если мяч не забить, значит, сыграл правильно. Вот так вот пробивает. Да, выручил свою команду. Это сейф Данила Шабахова. Был у него момент. Будет ли еще один. Пробивает с левой ноги на месте Садовский. Ну, то, что надо от нападающего. Да, 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 да. Искать, искать возможность наносить удары. Здорово пробил. Вот так немножко мяч под левую ногусь. Кого-то, ну да, в общем-то, кого... Вот здорово, хороший. Сергей Валерьевич уже сказал. Пакича заменит. А здесь атака Арцора. Удар! Здорово, здорово пробивает. Еще одна передача верхом на Камерунца не находит. Она его, молотул, же левым флангом так, наверное, на минутку хорошую заперли. Ох, какой удар! Удар! Дмитрий Гирс, по-моему, да, подключился к атаке, пробил, в сторону попал. Ну и третью. Второй момент. Да, чего не хватает только одного, реализация. Да, ну вот тянулся Камерунец к мячу. Удар, ну и сейф. Вратаря не вышло. Ну, еще раз нам повторяют. Ну, да, конечно, такой, как говорится, сейф лепить. Умеет лепить Анатолий Юревич из молодых ребят. Несмотря на их возраст и происхождение достойных футболистов. Ну и дает Виктор Шимусик свисток об окончании матча. Голов мы сегодня не увидели. Но при этом, я думаю, что никто из вас, друзья, не пожалел, что стал свидетелем этого матча. Ну, надо, наверное, еще сказать о том, с кем команда в этом заключительном туре.